В этом модуле мы поговорим о том, как из Java-программы полазать по диску по файловой системе и что-нибудь прочитать или записать. Тема, казалось бы, достаточно простая, но на самом деле здесь есть что обсудить на целый модуль. Дело в том, что в Java за ввод-вывод отвечает достаточно большое количество классов, и некоторые из них даже дублируют функциональность друг друга, поэтому важно сложить общую картину и расставить все по полочкам. Начнем мы с того, как бегать по файловой системе. Искать файлы, анализировать их свойства, копировать, перемещать, создавать, удалять файлы и директории. Содержимое файлов нас на данном этапе интересовать не будет. Задачу доступа к файловой системе в Java решает класс File. Он живет в пакете Java.io, где находятся и другие классы, отвечающие за ввод-вывод. Хотя не все. Некоторые важные классы находятся в других пакетах, я о них тоже расскажу. Экземпляры класса File представляют файлы и, как ни странно, директории на диске. Экземпляры создаются при помощи конструктора, принимающего строчку с путем. Строчка передается в формате, понятном, текущей операционной системе. Например, под Windows путь может начинаться с буквы диска и двоеточие. А в качестве разделителя используется обратный слэш, который в строковых литералах нужно экранировать, поэтому он здесь удвоен. Под Unix никаких букв диска не бывает. Разделителем является обычный прямой слэш. Если вы в программе формируете пути к файлам, то пользуйтесь константами FileSeparator или FileSeparatorChar. Эти константы зависят от текущей операционной системы, под которой запущена Java-программа, и позволяют собирать пути, понятные данной платформе. Разница между этими двумя константами в том, что сепаратор — это string, а сепаратор char — это char. В данном случае нет разницы, что использовать. Кстати, в классе File есть еще константы PathSeparator и PathSeparatorChar. Это символ, которым разделяется набор путей. Помните, давным-давно в первом модуле я говорил, что в класс Path под Windows пути разделяются точкой с запятой, а под Unix — двоеточием. Вот этот символ как раз и можно достать из этой константы. Еще один способ собрать путь с правильным разделителем — это использовать конструктор File с двумя параметрами. Он внутри себя склеит два компонента пути, используя нужный разделитель. Экземпляр класса File можно создать как с абсолютным путем, так и с относительным. Абсолютный путь — это когда он однозначно указывает на файл, начиная с корня файловой системы. Относительный — это когда, чтобы найти файл, нужно знать некую базовую директорию. Относительный путь можно превратить в абсолютный при помощи метода getAbsolutePath, возвращающего строку, или аналогичного метода getAbsoluteFile, возвращающего экземпляр файл. Путь будет разрешен относительно текущей директории Java процесса, то есть из какой директории была запущена JVM. А если путь уже был абсолютным, то ничего не изменится. Имея на руках экземпляр класса File, можно вынуть из него исходный путь в виде строки при помощи метода getPath. Или не весь путь, а только его последний компонент, то есть имя файла или директории, при помощи метода getName. Замечу, что расширение отдельно не выделяется, то есть getName возвращает имя вместе с расширением. Отдельного метода для получения расширения нет. Если вам вдруг оно потребуется, то напишите пару строк-кода с использованием индексов и substring. Если getName возвращает последний компонент пути, то getParent возвращает путь, из которого последний компонент вырезан. То есть, по сути, родительскую директорию. Родственный ему метод getParentFile возвращает то же самое, но не в виде строки, а в виде экземпляра File. Предположим, у нас есть два экземпляра класса File. Как нам понять, указывают ли они на один и тот же файл на диске? Можно было бы сравнить их абсолютные пути, но есть одна проблема. В пути могут быть штуки, вроде точки, обозначающие текущую директорию, двух точек, обозначающих переход к родительской директории, или символических ссылок, которые могут указывать вообще куда угодно. Из-за этого различные пути могут на самом деле вести к одному файлу. В классе File есть метод getCanonicalPath и похожий на него getCanonicalFile. Этот метод приводит любой путь к каноническому виду. Сначала вычисляя абсолютный путь, затем вырезая из него все избыточные компоненты, вроде точек, и разрешая символические ссылки. Приведя два пути к каноническому виду, их уже можно сравнивать как строки. Методы getCanonicalFile и getCanonicalPath могут бросать исключения, типа java.io.exception. Дело в том, что для разрешения символических ссылок необходимо обращение к диску, а оно может завершиться ошибкой ввода-вывода, которая и будет выкинуто в виде исключения. Все операции, упомянутые до этих двух методов, обращение к диску не требовали, поэтому такое исключение не бросали. Данное исключение является проверяемым, поэтому компилятор потребует от вас либо явно отловить его при помощи tryCatch, либо задекларировать его на вашем методе при помощи ключевого слова sRowse. Субтитры создавал DimaTorzok